С библейским порталом «Экзогет» разбираем трудные места Библии. Вот сегодня это будет 7 глава послания к римлянам и 7 стих, синодальный перевод. «Что же, скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай».» Стоп, это как? Ну, понятно, неужели от закона грех никак? Павел отрицает такую довольно глупую мысль, что грех возникает из-за закона. Ну, дальше-то он, в общем-то, утверждает ровно то же самое, разве нет? «Я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть, вот такая первая мысль. Такой человек, да, вот табула раса, белая доска, на которой ничего не написано, да, вот закон на ней пишет «не пожелай», ну, там, жены или дома, или вала ближнего твоего, например, да, или там «не укради», «не прелюбодействуй» и все такое прочее, да. И психологи, кстати, нам подтвердят, что частица «не», она, ну, как бы проглатывается, когда человек слышит некое такое вот утверждение, да, ему надо сказать «не кради», а ему надо сказать «работай своими руками», «зарабатывай честно», да. Потому что, если ему сказать «не кради», он не пропустит, он скажет «о, можно красть, здорово, хорошая идея, пойду украду что-нибудь, мне не хватает». Да, получается, закон — это вот такая диверсия, да. Не думайте о белой обезьяне, дорогие зрители, пожалуйста, ни в коем случае не думайте о белой обезьяне. О чем вы сейчас думаете? Ну, конечно же, о ней, да, и не можете ни о чем другом. И закон — это вот такая противная штука, которая заставляет нас думать о кражах, воровстве, прелюбодеянии там и прочих гадостях, да. Это Павел имеет в виду. Но Павел, конечно, в послании к кремленам закон, так скажем, принижает несколько по сравнению, по крайней мере, с спасительной жертвой Христа, но не до такой же степени, чтобы объявлять закон просто главной причиной всех бедствий. И более того, он вообще-то говорит, что закон — вещь, в принципе, хорошая, просто надо его применять правильно, надо осознавать границы его применимости. Ну, давайте посмотрим, дальше он объясняет. Я, может быть, даже свой перевод прочитаю, такой более понятный в современном контексте. Что же дальше? Закон — это грех? Ни в коем случае. Но я знаком с понятием греха только потому, что есть закон. Я не знал бы греховных желаний, если бы закон мне ничего не запрещал. Но есть заповедь, и вот грех порождает во мне всяческие желания. А беззаконный грех бы ничего не значил. Ведь и мы, израильтяне, когда-то жили без закона, но потом были даны заповеди, они вызвали к жизни грех, а мы как бы умерли. Заповедь, как оказалось, послужила мне не к жизни, а к смерти. Грех, отталкиваясь от заповеди, совратил меня и погубил. И заповедь, получается, виновна. То есть это что, такая отговорочка? Боже, я вообще-то хороший человек, но ты мне тут кучу всего назапрещал, и в результате вот я грешу, да? Ну, это ж ты виноват, а не я. Да нет, Павел в самом начале это отрицает. Закон — это грех ни в коем случае, да? Но смотрите, вот опять-таки психологи нам подсказывают, есть такие даже опыты. Заводили детей в комнату, оставляли их там одних, но в одном случае детям говорили, вот игрушки, хотите играть, играйте. Ну, и дети играли в эти игрушки. А в другом случае их заводили в комнату и говорили, вот этими игрушками можно играть, а вот теми нет, нельзя. Даже нельзя заходить на ту половину комнаты, где они лежат. И экспериментаторы выходили из комнаты. И дальше вот вторая группа детей, у них начиналась вот такая мучительная борьба с собой, да? Ну, да, малыши, 4-5 лет. И кто-то из них обязательно переступал эту границу и смотрел, ой, что будет, сейчас взрослые войдут, наверное, наругают, накажут, да? Не, ничего, а взять эту игрушку, тоже ничего. А потрогать, а поиграть ей. И потом вся эта толпа, бросив разрешенные игрушки, да, кидалась к тем, которые запрещены, они же лучше. Ну, или там воровству яблок в саду, да? Кто в детстве баловался, со мной такое было. То же ведь, то, что они краденые, как делает их слаще. Дело не в том, что они, правда, лучше, а вот добыл, да? А вот переступил через какую-то границу. Пацан я или не пацан? Готов я залезть в соседский сад, оборвать там кусты или яблони? Немножко про это. Но это слишком как-то примитивное понимание, да? Тогда, получается, уж действительно лучше бы без закона. И есть такое представление, вот люди, когда они, скажем так, в европейской цивилизации стали эмансипироваться, традиционные культуры, религии, у них были разные представления о природе человека. И некоторые говорили, человек в природе свой добр. Это его уродует, его обстоятельства жизни, уродует его неправильное воспитание, в том числе вот эти ограничения. А вот давайте мы отправимся куда-то, к дикарям, на какие-нибудь далекие острова, где они ходят голые, и не знают одежды, и не стыдятся друг друга, да? Где у них нет собственности, они все вместе добывают пищу, ее делят между собой по-братски, по-сестрински, воспитываются, общая детей, никто ничем не владеет, никто ни с кем не воюет. Вот что будет, если отменить законы, собственность, мораль, нравственность, религию. Мы будем такими голыми, счастливыми людьми на тропическом острове, которым все можно, и которые друг с другом очень дружно ладят. Но когда сталкивались они с реальными людьми на далеких тропических островах, то выясняли, что совершенно все не так, что везде есть своя жестокость, что, ну, некоторых просто убивали и съедали даже после того, как они туда отправлялись, к этой счастливой жизни. Капитан Кук, например, пострадал подобным образом. Он, правда, был географическим первооткрывателем, а не морализатором. Но, правда, эпоха географических открытий, она имела и такую в себе мысль. У некоторых, по крайней мере, они отправлялись на поиски счастливого рая, где не было грехопадения, да, где люди живут вот в этом тропическом климате, и как в Эдемском саду, не знают зла. Оказалось, такого места нет. Оказалось, что везде есть, во-первых, своя мораль, своя религия, пусть очень примитивная, с жертвоприношениями людей, например, да, но она есть, и есть свое зло. Пусть не от собственности, но, там, допустим, убийство на почве ревности совершенно обычная ситуация, да. И тогда получается, что человек, который не знает закона, он, кстати, Павел о них говорит в самом начале послания к римлянам, язычники, живущие по совести, да, и совесть им сама служат законом. Так вот, этот человек, он, в общем, сам себе определяет рамки. В принципе, то, что Адам и Ева пожелали сделать в Эдемском саду, да, то есть познать добро и зло самостоятельно. Вот Бог сказал, не трогайте, а мы потрогаем, как дети трогали те игрушки запрещенные. Ну, в целях эксперимента, конечно, они были ничуть не лучше и не хуже других разрешенных. Вот они потрогали, и у них возникло ощущение вины, даже еще, может быть, до того, как наступило наказание. Помните историю Адама и Евы? Адам говорит, это жена, которую ты дал, мне соблазнила меня. А жена говорит, это змея мне дал, я ела. То есть уже начинается то, что обычно и начинается в случаях вины, да, переваливания ее на другого. И можно понять в этом смысле, что закон дает человеку это ощущение виновности. Но, мне кажется, Павел идет дальше. Мне кажется, он говорит, что закон ставит рамки. И выход за эти рамки определяется как грех. То есть пока этих рамок у человека нет, он в состоянии себя оправдывать. Ну, допустим, нельзя убивать человека. Но раз уж это люди, они прям сволочи, я их лучше убью. Нельзя воровать, ну, это же тоже наворованное все. Я лучше это отниму, экспроприирую. Не так давно в нашей стране в массовом порядке все это происходило. Да, и люди себя оправдывали, они не говорили, я пойду всех убью, всех ограблю. Да, они говорили, я восстановлю справедливость социальную. Да, я там покараю класс эксплуататоров. В других странах тоже подобные вещи происходили. Там другая, допустим, была схема. Но человек сам себе определяет границы добра и зла. Приходит закон, а израильтяне первое время жили без закона. Из Египта вышли, не зная закона. Он потом только появился. Приходит закон, ставит эти рамки. И человеку в этих рамках тесновато. И выход за эти рамки он сам для себя осознает как грех. И получается, что притягательный этот грех для него. Или даже просто он о нем начинает размышлять. Может быть, даже не желая его совершить, но просто как бы мысленно к нему склоняясь. А он уже на его стороне. То есть закон вводит понятие греха в жизнь человека. И поскольку никакой человек, а Павел это подчеркивает в послании к римлянам, не вписывается полностью в закон, не в состоянии его исполнить в полном объеме, то он становится грешником. До этого он мог себя ощущать, ну, я так вот решил. Ну, вот я так живу. А теперь он говорит себе, я грешник. И это не обязательно плохо. Но это тяжело. И поэтому закон, и Павел это подчеркивает, закон свят, я считаю, синодальный перевод, и заповедь святая, праведная и добра. В них нет ничего плохого. Но это зеркало. Это не только барьер, за который человек перелезает и понимает, что все плохо, да, что вот он нарушил что-то. Но это и зеркало, в котором человек видит свое несовершенство, свою греховность, свою несостоятельность. Нужно ли это зеркало? Да, конечно, нужно. Ну, как без зеркала причесаться, умыться, да? Себя в порядок привести. Но если оставаться всю жизнь, смотрясь в зеркало и выискивая в себе малейшие погрешности, да, где у меня чего-то не так, волосы уложены, одежда помята, да, то жизни-то не будет. И вот закон ровно это и есть, да? Это некоторый полезный ориентир. Это то, что человеку позволяет понять себя. Но это не цель жизни. Вот главный тезис, которым спорит Павел в послании к римлянам, что исполнение закона самодостаточное и самоценное. Он приводит самые разные образы. И, в частности, вот образ такой, он здесь его не называет напрямую, но образ такой загородки, да, вот, который ограничивает человека, и в результате он осознает свою греховность. Да и, в общем-то, и не просто осознает, но становится грешником, потому что нельзя, юридический принцип, нельзя наказывать за норму закона, которая не принята, да? Вот, нельзя сделать так, мне не нравится, что делает человек, я принимаю закон и наказываю его за то, что он сделал. Если на момент совершения поступка это не было законом, то он невиновен, даже если, с моей точки зрения, он был глубоко неправ. Вот, и поэтому закон действительно делает человека грешником, потому что объявляет грехом то, что человек делает. Но, как и любую мысль Павла, нужно это понимать, конечно, в контексте послания, в контексте всего его богословия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...